Комедия Гайдая по новеллам А.Н. Трешетка 039, Генри Деловые люди вышла на экраны страны в 1963 году. Наряду с известными актерами комедийного жанра, Плятом, Смирновым, Никулиным, Вицыным, Миляром в фильме раскрыл свой недюжинный талант Сережа Тихонов, 12-летний мальчик, сыгравший Джонни Дарсета, вождя краснокожих. Никому неизвестный школьник, хулиганистый московский пацан с красной пресни, настолько ярко и мастерски сыграл свою роль, что в одно мгновение после премьеры стал знаменитым. Изначально Гайдай планировал отдать роль актрисе Травести. Первой и главной кандидаткой была наша знаменитая Надежда Румянцева. Актриса уже играла в предыдущем фильме Гайдая трижды воскрешей, и он знал ее актерские возможности. Но когда приступили к съемкам, Н. Румянцева не убедила режиссера. Все же в 32 года можно сыграть мальчика-сорванца в театре, но в кино слишком очевидны возрастные расхождения. На удивление быстро помощники режиссера нашли Сережу Тихонова. Леониду Йовичу мальчик очень понравился, прежде всего тем, что все схватывал на лету и быстро обучался актерским премудростям. Мальчик был очень контактным и держался со взрослыми артистами раскрепощенно и по-свойски. Но и внешние данные у него было великолепные. Рыжему Сереже только пририсовали на лице конопушки, взъерошили волосы и получился образ на все времена. Через два года Сережу пригласили на съемки в Киев. Там режиссер Евгений Шерстобитов снимал сказку о мальчиша Кибальчиша. Кибальчиша сыграл маленький киевлянин Сергей Остапенко, который потом стал ученым и уехал в Америку. Как вспоминал сам режиссер, что в роли мальчиши-плохиша он видел только Сергея Тихонова. Это был актер от бога, лидер и настоящий заводила, говорил про Сергея Е. Шерстобитов. Хоть плохиш был отрицательным персонажем, но большинству зрителей запомнился именно он. А многие фразы Сережи Тихонова стали крылатыми, их цитируют до сих пор, щас, только штаны подтяну. Или же я же свой, буржуинский. Благодаря таланту Сергея на роль буржуинского лазутчика смогли заманить звезду нашего кинематографа Сергея Мартинсона. Знаменитый артист сомневался, стоит ли ему играть в фильме, но когда он с Сергеем Тихоновым разыграл этюд, а пряник медовый дашь, а два дашь, а теперь халву гони, а то ничего не скажу, сразу согласился. Вообще маленький Сережа Тихонов, вровень со зрелыми артистами с Мартинсоном и Эл Галисом, тянул весь фильм, в отличие от довольно пресного актера Кибальчиша. Редкий случай, когда ребенок на съемочной площадке обладал бы такой харизмой. Еще запомнилось, что Сергей был сладкоежкой и втихаря уминал почти все продуктовые реквизиты, а поскольку снимали по пяти, десяти дублей тогда, то к концу съемочного дня он уже не мог смотреть на сладости, но мужественно продолжал есть в кадре через силу. Ел и только просил водички на запивку. Через три года, в 1967 году, вышел третий фильм с участием Сергея Тихонова «Дубравка», и вновь ему досталась роль хулигана по кличке «Утюг». Впрочем, это была уже довольно разноплановая роль. С одной стороны, он возглавлял в фильме «Шайку молодых шалопаев» и они носились как угорелые в кадре, но с другой, он был влюблен в главную героиню фильма и по-взрослому переживал это. В конце фильма уже видно, что его герой прекрасный парень с чуткой и отзывчивой душой. Так же как в «Вожде краснокожих» он долго в кадре висит на ноге у разбушевавшегося родственника, пытаясь его утихомирить. В общем, Сергей показал весьма зрелую актерскую игру. После таких удачных фильмов, сам бог велел молодому парню идти во ВГИК. Но, увы, этого не последовало. Ходили разговоры, что Сергей как максималист хотел поступать на курс только к лучшему педагогу, Сергею Герасимову, и что он провалился на экзаменах. Герасимов подбирал курс, это как раз был знаменитый курс «Четырех Наташ», Гвоздикова, Оренбасарова, Бондарчук, Белохвостикова, под будущий фильм «У озера» и Сергей не вписывался в его задумку. Так это было или нет, сейчас не понять. Ибо по другой версии считается, что он не окончил десятилетку, а после восьмого класса пошел работать на оборонный завод на родной Пресне и вообще не помышлял о кино. А потом, как положено, ушел в армию. После армии его судьба вышла на финальный виток. В 21 с половиной года Сергей трагически погиб. Было это теплым апрельским днем 21 апреля 1972 года недалеко от московского ипподрома, на беговой, он попал под трамвай и скончался еще до приезда скорой помощи. Что послужило тому причиной неизвестно. Многие коллеги Тихонова по кино считают, что его убили, намеренно толкнули на рельсы. Что историю с гибелью Сергея специально замалчивали, и советовали никого не расспрашивать об этом. По рассказам получалось, что Сергей пристрастился к игре на бегах, был связан с какой-то темной компанией, и что в этот день выиграл крупную сумму денег, и его кто-то намеренно толкнул под трамвай, предварительно забрав выигрыш. Нина Гребешкова, жена Л.И. Гайдая, уверяла, что Сергей погиб в автокатастрофе. Один из свидетелей уверял, что видел, как его сбил грузовик на беговой улице, когда он в неположенном месте переходил дорогу. Другие люди, коллеги по работе на заводе, говорили, что это была обычная трагическая случайность, и что Сергей Тихонов и после армии работал на заводе и ни на какие бега не ходил. Что он был простым парнем, трудился слесарем и не вел звездной жизни, какая бывает у артистов и всяких темных личностей. Всю правду знают только родственники, но они много лет хранят молчание. Картинам, в которых снимался Сережа Тихонов, уже больше 50 лет. Но их до сих пор любят, смотрят и смеются над выходками талантливого мальчика, который так рано ушел из жизни. Витя Перевалов, Саша Ковалеров, Леша Фомкин, Витя Косых, Сережа Шевкуненко, Слава Царев. Сережа Тихонов стоит в одном ряду с нашими звездными детьми, актерами советского времени, популярность которых была поистине огромна, и судьбы у которых сложились не столь радостно, как могло бы быть. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.